Всем привет любителям видеоигры, не только сегодня у нас с вами продолжение нашей любимой GTA 5. А перед началом видеоролика не забывайте подписываться на канал и ставить свои большие пальцы вверх, а также прожимать колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых видео. Как мы с вами помним, друзья, в предыдущей серии у нас открылся новый персонаж Тревор Филлипс и сегодня мы будем играть именно за него. Другие персонажи, это Майкл и Франклин, нам не доступны в связи с тем, что они залегли после ограбления на дно, поэтому нам предложили немножко поиграть за Тревора. Чтобы стали доступны нам наши все три персонажа, нужно за Тревора пройти несколько миссий и попасть в город Лос-Сантос, и тогда уже мы сможем играть с вами за наших трех персонажей. Вы еще не забывайте подписываться на канал. Кто-то победит, получил. Он победил. Я не могу победить его. Он мой мужик. Он молодой, чтобы быть сын. Интересно, что интернет? В общем, я спасал ваш мужик. Мне пить. У меня есть парень. Окей. Но ни одного тела появится в моем баре. Я сомневаюсь, я не буду служить вам. М. Филиппс. А, здесь он. Да, М. Чжэн, приятно познакомиться с вами. Нет, я М. Чжэн. М. Чжэн. М. Чжэн, сейчас. М. Чжэн Чжэн. Вы говорите в спальне! М. Чжэн Чжэн. М. Чжэн Чжэн. М. 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 Чжэн. Посмотрев катсцену мы поняли, что Тревор занимается продажей какой-то непонятной ерунды. И сейчас мы направляемся с вами в лабораторию по производству льда. Направляемся с какими-то непонятными, я так понимаю, нашими бизнес-партнерами, которые должны будут купить у нас товар. Также, друзья, кто не смотрел предыдущие серии, переходите, смотрите, ну, чтобы понять всю суть сюжета GTA. Ну и, в принципе, он получается пока у нас замечательным. Итак, друзья, подъезжаем с вами к нашей лаборатории, ну и будем сейчас смотреть, что будет происходить здесь. Ну, дела у нас здесь пока с вами не очень хорошо происходят на самом деле. Подъезжают какие-то ребята на машинах, на Гелендвагенах вот таких заваливаются, начинают кидать какие-то рамсы, значит, атаковать наше здание. Пытаются что-то здесь найти, наверное, кого-то достать, либо же убить. Ну, Тревор у нас парень не из простых, поэтому с лигонца дает им отпор. Также нам здесь помогает наш, естественно, коллега, то есть, который работает здесь в лаборатории. Он тоже потихонечку начинает отстреливать наших врагов. Ну, тут у нас пишет, да, следовать за шефом. Видимо, это у нас Тревор так его и называет. Так, завалили мы с вами первую нашу пачку. Сейчас нужно будет переходить на другую сторону лаборатории, в другое окно, чтобы уже начинать отбиваться от них там. Убиваем с вами нашего последнего с этой стороны, да, и сейчас переходим на следующую сторону, уже куда-то на балкон. И здесь мы тоже будем сейчас отстреливаться от наших врагов. Я не понимаю вообще, что Тревор натворил такого, что на него наезжает сразу целая банда и пытается отбить у него точку по производству, я так понимаю, вещества, да, которые он пытается продать китайцам. Ну, либо же корейцам какой-то, я в основном-то не разбираюсь, да. Корейцам пытаются загнать какое-то вещество. Корейцы, в принципе, согласны на это, ну, чтобы спасти их, Тревор запихнул их в этот ящик, где находится у него лед. Главное в этом деле, чтобы они не замерзли, да, чтобы он не потерял клиентов. Я так понимаю, это у нас уже последняя машина, мы отбиваемся. И все, вроде бы здесь у нас все. Все, значит, зачистили территорию, ну и сейчас будем следовать за нашим шефом, куда он нас будет везти. Так, пришли мы с вами на первый этаж и сейчас, я так понимаю, здесь уже точно будет последняя пачка наших врагов. Осталась одна машина, выходим с здания и что мы видим? Видим, что здесь у нас ничего нет, то есть все они испугались, разбежались и дали нам такую вот свободу действий. Так, да идем доставать наших непонятных коллег. Итак, друзья, вот мы с вами и завершили нашу шефа. И сейчас будем направляться к другой миссии, ну дабы пройти это все побыстрее, чтобы попасть в город Лос-Сантос и уже встретиться с, ну так сказать, с давним другом Майклом. А пока Тревор направляется к себе домой, друзья, я хочу вам напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на канал. А также ставить свои большие пальцы вверх и прожимать колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых видео. Я думаю, со следующей миссией у нас проблем особых не будет, потому что Тревор у нас парень такой заводной, немножко повернут на какой-то непонятной ерунде, придумал себе компанию Тревор Филлипс Энтертеймент и в принципе все у него замечательно. Итак, приехали домой и будем смотреть дальше. Что происходит, Рон? Они были здесь для тебя, здесь для тебя. Кто здесь? Эти бикеры, после чего ты убил Johnny Кэй. И они уничтожили мой вещь, да? Они уничтожили мой дом, уничтожили мою душу. Это, 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 это статуя здесь, это импотентная ерунда, это вообще-то значит больше для меня, чем Johnny Кэй уничтожили, и они уничтожили. Это патхетик, неправильная搭ительни, жреб diciendo шаг carrying его пянорпseven, фруты, dataっág паренья-норпForm Acho одно,Should الله. Тверки и Висточки, трелек на землю. Они, Тревор, они, черп-ка! Тъбеты, падают, ты маленький хуй Так, 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 вот я, какой-то, какой-то! Росе, это большой, большой город, Тревор, много людей. Ты не вредная! Зайдите, кто сделал эту уборку, хорошо? И если Михаил Тонли живет там, или кто-то похож на его текстуру, я буду убивать тебя и твои дружины! Я сейчас очевидно? Да, Тревор. Спасибо. Погоди. А теперь смей. Да, хорошо. Поехали. Ну что же, Тревор наш приехал домой, увидел полный погром, ну и с другом со своим решил отомстить этим вонючим байкерам за то, что они сломали его любимую статуэтку. Ну и в принципе не только за статуэтку, а вообще, какого черта они ворвались к нему в дом? Понятное дело, что он немножко накосячил, может где-то перегнул палку, даже и переломал ее, когда вломился к байкерам на базу и разгромил ее. Они решили таким образом ему отомстить. Ну, сейчас у нас следующее действие. Значит, приехали мы в амунацию покупать снайперскую винтовку. Нужна она нам для следующего задания. Вроде бы все купили. Закупим немножко патронов. Ну, так-то 500, наверное, нам хватит. И выходим с вами с амунацией. Но забыли купить глушитель. Поэтому покупаем глушитель и выходим с амунацией. Движемся прямиком еще на одну базу байкеров. Тревор наш не может сдерживать свои эмоции. Поэтому он такой горячий парень. То есть, случилась какая-то беда. Он готов ехать и, в принципе, давать за это люлей. Сейчас мы движемся с вами на территорию пустыни. И там будет небольшая вышка. Туда мы с вами сейчас заберемся и будем наблюдать. Уже сверху будем видеть всю базу. Ну, а там уже будем действовать по обстановке. И глазом моргнуть мы не успели, а уже наступила здесь ночь. Рона он отправляет на разведку. Ну, а мы будем наблюдать на всю вот эту ситуацию, на всю обстановку. Будем наблюдать уже в прицел нашей снайперской винтовки. Рон у нас парень немножко сцепотный. Поэтому будет он, да, просит меня посмотреть в прицел и понять, видит ли меня Тревор. Ну, точнее, видим мы его или нет. Тревор говорит, что да, да, я тебя вижу. У кого-то здесь случился припадок эпилепсии. И сейчас Рон будет двигаться вдоль забора. Естественно, наша цель будет это прочистить ему путь. То есть, нужно смотреть так, что все байкеры, которые будут попадаться на пути, мы должны их убирать. Причем нужно делать это тихо, чтобы не поднять тревогу. Первого сняли. Давайте уберем здесь свет, чтобы было менее заметно нашего друга. И так, 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 движется машина. Вырубаем свет. Смотрим, куда она поедет. Говорят, нам пока не стрелять. Хотя я мог его убрать прямо вот сейчас. Отличная позиция. В принципе, он едет. Можно его снять прямо с тачки. Но нет. Говорят, нам подожди, дружок. Пусть он остановится и будет. Ну, точнее, остановится, выйдет с тачки. Там уже будем действовать по обстоятельствам. Кстати, друзья, хочу напомнить, что видео выходит у нас очень часто. Поэтому, чтобы не пропускать, нажимайте колокольчик. И будет вам счастье. На сколько серии растянется наше прохождение, я вам приблизительно даже сказать не могу. Потому что, во-первых, это очень-очень интересно. Каждый раз перепроходить эту игру. Я уже, в принципе, знаю, что будет дальше. Но все равно, друзья, каждый раз я испытываю какие-то эмоции. Ну, в принципе, даже не какие, а наоборот, положительные эмоции от игры. На самом деле, это классно, что есть такие вот игры, которые можно перепройти несколько раз. Ну, пока болтали, сняли несколько человек уже и остались тут совсем уже... Совсем мало их осталось. Во-первых, ночь. Половина спят, половина стоят на дежурстве. Ну, вот эти, которые стоят на дежурстве, мы их убираем. И освобождаем путь Рону. Сейчас он движется, движется. Уже проходит машину. И так, вышка у нас чиста. Где у нас, где у нас тут чел? Я не понимаю, где он, где? Ну, куда? Ага, все, вижу. Вижу, вышел. Сняли. Вырубили свет. Свет вырубаем для того, чтобы его было менее заметно. То есть, и охрана не могла найти трупы, в принципе, и чтобы урон двигался у нас. Так, что у нас следующее? Значит, приехали они на мотоциклах. Сразу снимаем его с мотоцикла. И где-то там еще один едет. Ага, а он не едет. Здесь вертолет. Отлично, замечательно. Вертолет мы сняли, и сейчас уже будем двигаться прямиком к базе. Нужно что-то там забрать. В принципе, ну и немножко пострелять, чтобы пройти это задание. Нам говорят, помочь Рону зачистить взлетную полосу. Я так понимаю, сейчас будем садиться с вами на самолет и улетать с этой базы. Движемся с вами. Врубаем наш режим Берсерка. И начинаем двигаться уже прямиком к самолету, который находится в ангаре. И так. Ну, здесь уже вот тревога, я так понимаю, поднялась, потому что упал самолет прям на базу. Вот. Либо, либо, друзья, вот, кстати, я вот замечаю, да, в способности Тревора, возможно, становится намного больше урон. Потому что так я с автомата стреляю, и то есть они не умирают. Ну, могут не умереть, да, с первого выстрела. А вот способность Тревора очень-очень даже помогает. Так, видим самолет. Рон уже там. Сейчас осталось только сесть к Тревору. Ну, Тревор у нас отчаянный парень. Садится прямо на крыло. Точнее, ложится. И сейчас будем выбираться с этого ангара. На пути нас будут ждать вот эти все байкеры. Стараться будут нападать на нас. Но я думаю, у нас проблем с этим не будет. Так. И жизни. Что-то у меня их не особо много. Я думаю, у меня все получится. Потому что не хочется перепроходить это мы еще второй раз, на самом деле. Поэтому стараемся зачищать все. Всех убивать. Вот этого чела я, кстати, не вижу. Ну, где он находится я не могу понять. Поэтому плюнем на него. И если вылезет, значит убьем. Не вылезет, значит не будем убивать. Так. Вот они все бегут по дороге у нас. Вылетают. Едут за нами на мотоцикл. Ставят нам блокады на машинах. В принципе, наверное, вот там он и находится. Сейчас эта бочка взорвется просто. И все. И лишь половина наших проблем. Так. Ничего она не взрывается. И что-то какая-то бракованная бочка. Ну да ладно. Так. Тревор прыгает с самолета. И сейчас нам нужно что-то делать дальше. Значит, что у нас дальше? А, есть второй самолет. Понятно. Короче, в самолетах у нас находится груз. Сейчас питаемся взлететь. Первый полет в ГТА 5, это вообще нечто. На самом деле, все зависит тоже от скила нашего персонажа. У кого-то прокачивает навык пилотирования, а у кого-то нет. Турблентность влияет. Это вот копски увеличила. Уа-а-а! Хорошо. Ху, блин, повезло. Я думал, сейчас разобьемся просто и все. Соот самый последний этап остался у нас, да? это долететь до базы не сейчас бы разбились было бы очень-очень печально так вот друзья у каждого персонажа есть способности вот у тревера и есть отличный навык пилотирования это дает меньший шанс на турбулентность то есть меньше самолет как бы колбасит в воздухе вот у допустим у франклина вождение больше прокачано майкла к примеру там стрельба и либо еще что-то по пути мы сейчас будем с вами немножко выполнять такие вот задания пролеты под мостом вот это кстати тоже опасная штука и нужно понимать каким мостом можно пролететь каким нельзя хотя по факту можно пролететь под любым даже вот под этим но я чет стремаюсь под ним лететь поэтому мы лучше будем летать по пути через большие мосты потому что маленький мост я могу туда не не поместиться с первого раза а это очень печально просто потом будет практически миссия будет начинаться не сначала с того чикпоинта вот пример где тревор садился уже в самолет оттуда мы будем начинать с вами каждый раз когда будем умирать поэтому я этого делать не хочу я хочу пройти с первого раза до бывают в не всех моментах когда это не получается приходится этот такой вот кадр неприятный вырезать и вставлять уже пройденный этап но на самом деле это как быть не мешает нам и да что нам не мешает идет сигнал с моря я так понимаю нам нужно будет доставить груз именно туда но сейчас будем доставлять а уже дальнейшее да вот он раздвигается наша вся эта фигнюшечка нажимаем проберь и выпускаем наш груз итак на дальнейшее у нас действия какие груз доставили с роном летим на самолетах обгоните рона по пути взлетной полосе туда ГТА есть ГТА да то есть и Майкл участвовал в этой ерунде и Франклин и сейчас у нас участвует Тревор соревнуется со своим другом кто же быстрее долетит до взлетной полосы а пока мы с вами летим можно насладиться небольшими красотами ГТА 5 то есть ну и самим округом Бэйн и Лос-Антосом на самом деле ночью здесь очень очень красиво может быть у нас будет момент где мы будем ночью летать над Лос-Антосом и вы все посмотрите эту красоту сейчас мы с вами движемся напоминаю взлетный полосе там будем сажать наш самолет ну и в принципе будем уже на этом заканчивать следующей серии будем продолжать проходить за Тревора будем стараться делать это максимально быстро чтобы попасть в Лос-Антос чтобы у нас у нас были доступны все три персонажа вот блин вот эти вот трюки да вот под этим тоже кстати мог пролететь ой навык пилотирования у нас улучшился до 100 вообще шикардос слушайте ну вот под тем мостом согласитесь мог я пролететь но чё-то мы немножко жабануло да на самом деле поэтому у меня ничего так и не получилось сейчас сейчас вот всё такое вот туман далеке отличная потусовка воды вообще короче замечательно тут осталось лететь совсем чуть-чуть уже мы рядышком на взлотной полосе здесь нужно выпустить шасси главное не забыть это сделать чтобы не разбиться и ищи часа будет самое такое нелюбимое это мягко приземлиться чтобы не разбиться на самолете ооо ну блин просто мастер короче по парковке вот а сейчас нужно нам самолетик загнать в ангар ну и будем заканчивать уже нашу серию быстренько сейчас загоняем и будем уже продолжать в следующей серии я хочу поблагодарить тех людей которые смотрят видео от начала и до конца спасибо вам огромное это очень мотивирует и и это очень большая поддержка с вашей стороны ну что же друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока увидимся с вами уже в следующей серии а Техническая экспертиза, инновации менеджерской инновации. Не-стоп-а-был! О, это правильно! Теперь, иди! Мне нужно медитировать. Или мастер-бейт. Мы, иначе. Субтитры создавал DimaTorzok